здрасте здесь пешеходы ходят машины там ездят не на сколько не на минутку не на секунду нельзя ну припаркуйтесь вначале вот приедете за нет я имею ду совсем стротуара у едьте совсем стротуара у едьте сначала во двор или вот на проезжую часть ну и я понимаю все но нельзя вы же едите на красный свет если вам на очень надо не через минуту у вас будет на лобовом стекле наша письменная претензия к вам напиши пожалуйста нашу письменную претензию девушки до низ насколько нельзя вы по уже припарковались вы уже проехали нарушили одно правило дорожное движение сейчас припарковались нарушил второй нет обратно на проезжую часть и в любом направлении либо к дороге либо во двор других вариантов нет нет вот так же как заезжали вернитесь на проезжую часть и заезжайте за колонны куда угодно почему к вам то ну стоят сейчас уедет вот видите я вам верю убираете или нет я уберу то убирайте машину прочитайте будет время прочитайте про видеозапись полезно будет этот тротуар магазин приехал я поздравляю вы же домой в пара на машине не заезжаете а почему магазин подъезжаете к самому столу да хорошо давайте вы покинете тротуар дадите дорогу пешеходу и пойдете спокойно магазин это тротуар сказал мне 24 вы кто чтобы снимать а это общественное место зайдите в интернет и почитайте у вас снимает вот там камера раз пятерочка вот там камера два пятерочки вы же пятерочки ничего не говорится вы можете припарковать обратно пригласить приглашайте вам жена вам же надо вам лишь приобретите чему правонарушению правонарушению мы препятствуем подъезду к магазин здесь нет подъезда к магазин здесь есть тротуар магазин по которому ходят люди знаки есть что это тротуар или поребрите вы когда получали права когда ты еще не родился вот тогда откройте их еще раз изучите и не задавайте глупых вопросов про знаки тротуара всегда да да вот магазин или живут ваши определитесь здесь пешеходы ходят алё куда до пешеходы перед вами я бы не сто не оставлял бы здесь машину есть тротуар но смотрите если что вот девушка вам объяснит что вам мы можем оставить письменную претензию да и тротуар здесь вообще нельзя ехать нарушают выйдите на проезжей части встаньте спокойно там знаков нету или во дворе куда по тротуару вы можете посмотреть на письменную претензию если вы хотите такую же не на сколько не на сколько нельзя вообще это также как ездить на красный свет но нельзя ни на пять минут не на один разок вообще нельзя там же множество места где можно встать нет мы уже вас предупредили два раза что нельзя где ваши три мешка где ваша картошка я я взрослая женщина не понял что мы пытались донести почему он хочет повторить девушки да пойдемте представители что хама здесь вот я милицию да не вопрос да конечно мы мужчину предупредили три раза туда только туда туда также как заезжали почему он должен отходить здесь нельзя есть какой знак это тротуар откройте правила дорожного движения прочитаете кто задерживает вас у вас не ни в коем случае никуда не задерживаем и тем более не задерживаем не надо мусорить это ваш это ваша наклейка я здесь один раз в жизни проехала в другом значит месте женщина одна с ребенком да вы можете посмотреть что-то вам слабо напасть поверните голову направо платит плачет по тебе уже был а чего баба клеите мужику наклейте я одному так разверну вот эту наклеил в тот раз я один раз заехала и они где наклеили я того мужика подождаешь часть магазина какой-то тротуар да ё-моё вызовите гаи гаи пускай приедет не надо сигналить так добрый вечер я могу в подъезд въехать или что в подъезд въехать вы не можете это почему в подъезд только зайти и можно въехать нельзя конечно это не дорога вы не давите человек то а пусть уйдет с дороги я живу в этом доме вас никто не выгоняет вы сейчас находитесь на тротуаре возвращайтесь пожалуйста назад и заезжайте как это положено но не через тротуар вы на тротуаре припарковались можно попросить вас машинку убрать спасибо большое прямо сейчас тогда наклейка будет на вашем не очень чистом луковом стекле с трещиной так так и вечер добрый тротуар здесь здесь нельзя ездить здесь нельзя ездить правила дорожного движения единый для всех какой знак нарушили ждем эвакуаторы нет вперед вы не проедете вызывайте но если вы начнете давить людей то на вашем по тротуару ездить запрещено пунктом 9 9 правил дорожного движения российской федерации гражданин российской федерации пешеход нет мы их не устанавливаем мы их соблюдаем машинку берите структура орать не надо у вас дети в машине ребят клейте а ну не трожная машину уберите ее с тротуара машину уберите мы здесь на полноправных что ли совсем и что творишь вообще ведите себя адекватно у меня ребенок уйдите я сказала с какой стати уйдите я не понимаю ходим вот это вот смотрите пожалуйста тоже что ребенок рыдает а ну давай снимай на камеру снимай на камеру что ты сделал испугали ребенка он рыдает из-за вас снимай снимай что делаешь я сказала мне ребенка выпустить надо у дома посмотри вот это что ты не снимаешь снимай снимай вот это тоже снимай бессовестный 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 где у тебя маленький ребенок есть скажи у тебя совести нет давай я его на руках и чемодан еще понесу ты знаешь такое нет бессовестный мы здесь живем и мы граждане бессовестные вообще правда и вы не понимаете как нам здесь попробуйте донесите до подъезда что нибудь да прекрасно ваш телефончик если можно я буду попросить вас каждый раз когда мне надо будет что-то принесите мне не надо у меня свой дом есть отходи от машины отходи от машины я хочу проехать домой разгрузиться что непонятного здесь вы хотите проехать на тротуар это запрещено пунктом 9.9 правил дорожного движения российской федерации слушай ты кто такой гаишник или кто я гражданин который предотвращает нарушения вот я сегодня гаишника просил чтобы он убрал машины которые фактически подвращают дорожному движению ноль эмоций совершенно потому что здесь удобно о нем сказали здесь удобно забирать 10 минут 7 машин забрали это не тротуар это не тротуар да что вы а каким образом проезжая часть может заканчиваться пешеходным переходом там пешеходным переходом там а каким образом тротуар может быть разноуровневым выделенным бордюром каким если вы вот это вот имеете ввиду данное понижение созданное для нет нет не данное понижение а там где действительно есть тротуар там действительно есть тротуар тридомовая территория почитайте законодательство я буду очень рада если вы будете осведомлены вы делаете себе карьеру на нервах людей моя карьера создается в других сферах сомневаюсь сильно я вообще сомневаюсь что вы успешны во всех сферах безусловно я сильно подозреваю что у вас не все хорошо поворот налево и надеюсь что дальше будет так же просто нашли здесь себе лазейку на которой делается хайп 40 человек на одну машину так сказать смельчаки 37 да ну смелая но я хотела бы предупредить вас девушка и вас молодой человек что если мое изображение появится где бы то ни было без моего уведомления я на вас подам суд вы находитесь в общественном месте да я делал то что я с телекомпанией НТВ программа «Женщиками отрешествий» хорошо я могу представиться представьтесь Татьяна Михайловна Татьяна Михайловна скажите пожалуйста что здесь происходит на ваш взгляд на мой взгляд здесь не первый раз уже происходит попытка сделать себе имя в инстаграмме может быть в социальных сетях возможности подъехать к офисам расположенным на первых этажах этого дома практически нет здесь находится аптека здесь находятся производственные офисы производственных помещений такие как двери там находится салон штоп из-за того что неграмотно разграфлена вот эта территория не выделен конкретный размер тротуара пешеходного тротуара вот эти молодые люди делают на этом себе политическое да политическое скажите вы вот в начале вашего монолога сказали что вы подадите в суд если ваше интервью мы возьмем в работу это так? это так а зачем тогда с этим разговаривать? подонки издельники вы чего да? все отрабатываете свои серебряники? подонки шли вы поработали лучше я с работы в отличии от вас на самом деле нам нужно я с работы и ребенок устал понимаешь? это вам не дает право ездить по тротуарам а тебе ты здесь живешь что ли? я понять не могу да я житель приморского района а ты что у своего дома? что ты сюда приперся? у моего дома полный порядок они же борцы посмотрите посмотрите на их лица на выражение посмотрите на их лица я не пустили набросились на машину начали бить какие-то наклейки заплакал ребенок ну все вот и ставите да я не могу с маленьким ребенком достать вещи как разгрузить машину? ну вы сами же вот у вас есть дети у вас есть чемоданы нет ну хорошо у кого то есть как мне вообще зайти в свой дом в свою парадную как мне хотя бы выгрузить чемоданы взяли элементарную машину по праву дорожного движения попросили все круглое и все почему они мне лепят на машину? это что правые действия вы хотите сказать? правые действия если бы они вам разбили лобовое стекло осталось только это понимаете? да знаете а то что посчитайте пожалуйста законодательство и все вопросы подождите а кто сказал что здесь тротуар можно узнать? здесь постоянно ездят все кто сказал по праву дорожного движения что такое тротуар элемент дороги это значит движение пешеходов огорожен ход в проезжей части чем? газоном или бомбюрным камнем вот пожалуйста газон а я считаю правила придомового движения 20 км в час уступить всех пешеходам не оставлять машину для разгрузки есть такой я все это тоже читаю я выпишу так так а дальше вы будете уже вам покажут паспорт здоровья все понятно вопрос чисто профилактический скажите сейчас организована группа людей организованы дистанционированный пикет организовала а что это такое? а что это такое? они набрасываются нет они набрасываются на машину а что это такое? скажите мне вот снимают стоят я не знаю кто это 37 человек как они говорят но ни много ни мало они имеют право стоять что они никаких требований почему эти вот эти тимуровцы они задолбались всех тимуровцев понимаете они взяли бы и вещи помогли бы донести пусть они организуют пусть они узнают как здесь организовано движение как живут здесь люди вы поддерживаете их? да вообще так вы тогда разберитесь пожалуйста я должен разбираться скажите пожалуйста вот с этими товарищами с тимуровцами с этими тимуровцами вы тимуровцы хреновы уважаемые я могу снимать? это общественное мнение пожалуйста представьтесь скажите инспектор отдельный рот фамилия Майзиналов то есть вы считаете что все здесь происходит вот эти тимуровцы это все законно? это законно они тимуровцы они разные российской федерации они имеют право стоять снимать на камеры полностью имеют право снимать производить фото-видеосъемку уважаемые это так называется серьезно? серьезно хорошо отправим в КВД отправляете вы не первые можно ваше водительское усилие в связи с регистрацией? можно, а с какой целью? составление административного протокола вы же не согласны вот и все составлю административный протокол и объясню вам куда дальше вам идти дальше и покажу вам как лучше делать как лучше разгружаться и так далее вы просто тратите свое время товарищ старший, мы поставим машину в паркинг вон там нет, к сожалению я сейчас составлю протокол чтобы не было конфликтов ситуации дальше и разъясню что делать я думала вы приехали нас защитить а вот наоборот что я не понимаю я по закону все делаю подождите а вот моральный ущерб моего ребенка мой то что мы тут стоим два часа моральный ущерб по закону это физически нравственные страдания какие физически нравственные страдания у меня есть на камеру у меня ребенок рыдал его напугали слушайте как так я не понимаю я составлю протокол назначу вас сне how to mission и все будь добрый в вашей водительской усырении связи с регистрацией это очень бесполезное дело как來說 えてogle confirming you документы 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 forgiven ysł на disciple спасибо Ну что ж, друзья, все нарушители были привлечены к ответственности сотрудниками ГИБДД. На этом у нас все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал в YouTube, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ваш любимый СтопХам СПБ! Субтитры сделал DimaTorzok